Севастополь По фактам незаконного выделения земель Национального заповедника Херсонес-Таврический возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает прокуратура города. В результате проверки установлено, в 2008-2010 годах Севастопольский городской совет выделил 9 земельных участков общей площадью 90 соток с нарушениями закона. В соответствии с генеральным планом города эти территории относятся к особо ценным историко-культурным. Кроме того, в 2009-2010 годах Севастопольская городская государственная администрация незаконно выделила членам кооператива «Беркут-08» еще один земельный участок площадью 88 соток, который также являлся частью Национального заповедника. Сумма ущерба по предварительной оценке составила свыше 90 миллионов рублей. Возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции рассказали подросткам о вреде наркотиков. Лекции прошли в семи колледжах города и Севастопольском президентском кадетском училище. Молодежь увидела документальный фильм о вреде и последствиях употребления наркотиков. Встреча состоялась в рамках акции под названием «Не допустить беды» и была посвящена профилактике наркомании среди подростков. Специалисты рассказали школьникам об ответственности, установленной российским законодательством за употребление, хранение и распространение наркотических веществ. Я уяснил, что ни в коем случае нельзя употреблять наркотические вещества, потому что потом можно заболеть, можно даже умереть, если злоупотреблять, имели их вообще употреблять. Кроме сотрудников полиции, на встрече присутствовали представители прокуратуры и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Специалисты ответили на многочисленные вопросы юных участников акции. На внутреннем рейде Севастопольской бухты стартовало открытое первенство Черноморского флота по парусному спорту на призы командующего. Борьбу ведут юноши и девушки в трех классах яхт – «Оптимист», «Кадет» и «Зум-8». О том, какая погода встретила участников гонки, в репортаже Святослава Данилова. Самая многочисленная делегация на парусной регате из Санкт-Петербурга – 19 юных капитанов. Яхты классов «Оптимист» и «Зум-8» строят именно в северной столице, а парусный яхт-клуб в городе – один из первых в России. Мальчишки и девчонки в Севастополе впервые. На победу в соревнованиях настроены решительно. Такая погода у нас, ветреная волна выходить сегодня. В Санкт-Петербурге еще хуже. Точно? Да. А в Севастополе первый раз? Да, я первый раз. А чем нравится наш город? Вчера такое было торжественное открытие. Ну, он красивый. Тем, что акватория самая хорошая. Да, волны, ветер. Менее активные юные севастопольцы из Центра морской и физической подготовки, которых тренирует мастер спорта Андрей Тараненко. Чуть-чуть надо ветра все-таки, чтобы должен был. Страшновато немножко. Не, ну нормально, но. Ну, это самое, все средства безопасности соблюдают? Конечно. А что именно? Жилеты? Жилеты, да. В первой гонке участникам сопутствовал сильный северный ветер – норд. Оставляло желать лучшего температура воды, но в море вышли все. Хотя были даже сломанные мачты и, как следствие, желание сойти с дистанции. Погода проверяла силы яхтсменов ярким солнцем и холодной черноморской волной. Светослав Данилов, Владимир Милянский, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополь». В музей имени Крошицкого открылась выставка «Александр Тихомиров. Живопись. Графика». В экспозиции представлено около 30 картин российского художника, в том числе и крымские пейзажи. Подробности у Александра Толкачевой. Не увидеть красоту в Крыму, я не знаю, даже не надо быть художником, чтобы ее увидеть, а для художника это вообще невероятное счастье. Крым как источник вдохновения. Грузовские виноградники, берег Судака и узкие улочки Ялты. К солнечным реалистическим пейзажам Александр Тихомиров возвращался на протяжении всей жизни, хотя писал в своем собственном стиле. Художник-одиночка, который самостоятельно искал и нашел свой путь в искусстве. Это был очень глубоко мыслящий, страдающий, думающий художник, который своим творчеством пытался донести до нас всю глубину познания мироздания и ответственности человека за то, что он делает. В экспозиции несколько периодов творчества мастера. Ранние пейзажи и портреты соседствуют с более поздними экспрессионистскими работами. Этапа, когда художник всерьез увлекался тайными смыслами театра и цирка. Уже после его героев, орликинов и клоунов на холстах сменят ангелы, отверженные, странники и старинные города. Философские размышления на библейские сюжеты. Как графические, так и живописные полотна. И отражают высочайшее мастерство его, и как колориста, и человека очень интересно, пластично компонующего, то есть настоящего мастера. Выставка продлится до 18 апреля. Посетить ее бесплатно можно благодаря поддержке Российского национального коммерческого банка, который сделал вклад не только в развитие рынка финансовых услуг, но и в культурную жизнь Севастополя. Я считаю, что РНКБ банк дал возможность людям организовать эту выставку и действительно наслаждаться произведением искусств. Мы считаем, что эта выставка имеет хорошее воспитательное значение для подрастающего поколения города-героя Севастополя. Прежде всего потому, что автор этих картин хотел показать предназначение человека в этом мире. Такой подарок РНКБ сделал севастопольцем годовщине воссоединения Крыма с Россией. Организаторы уверены, творчество Александра Тихомирова позволит севастопольцам приобщиться к российскому культурному пространству. Эта выставка является, наверное, знаком того, что и со стороны россиян, опять же, к Крыму и конкретно к севастопольцам, очень там доброе, теплое отношение. Мы надеемся и рассчитываем, что это будет первое в череде мероприятий. Российский национальный коммерческий банк планирует и дальше проводить выставки известных российских художников на полуострове, а также рассматривает возможность представлять работы крымских мастеров в Москве. Александр Толкачев, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя. А в городе сейчас весенняя погода. Температура воздуха плюс 7 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Небо ясное. Те, кто сейчас собирается в дорогу, обратите внимание на пробки. Движение затруднено по улицам Брестская, Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Новороссийская. Частично по улицам Хрусталева, Руднева и Шабалина. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин